Приветствую вас на канале Банковский. В нашем обзоре дебетовая карта карт плюс от кредит Европа Банка. Это продукт номинально очень выгодный. Банк тут выделяет целый ряд плюсов по этой карте. То есть это до 5% кэшбэк, который можно получить за оплату покупок в ресторанах и в прочих местах. Соответственно максимально 5%, минимально 1%. Также здесь указано, что карта дает доход определенный на остаток, то есть 4,6% на сумму, которая у вас лежит на карте, невостребованная. Комиссия за первый год обслуживания не взимается. 0 рублей комиссия за снятие наличных, в том числе и в банкоматах других банков в России и за рубежом. Плата за смс-информирование не взимается. Но тоже тут только об операциях с использованием карты. Бесплатные дистанционные сервисы. Не нужно ждать эту карту, то есть она выпускается моментально. Ну и поддерживают различные современные технологии оплаты, в том числе и бесконтактные оплаты. Ну пока что, вот честно вам скажу, мне показалось привлекательным только кэшбэк и процент на остаток. Но я думаю, что когда мы будем разбирать тарифы, мы увидим немало подводных камней. Ну не будем заранее, что называется, делать какие-то выводы. Значит здесь на рекламной странице информации по карте немного, разве что вот здесь касается льготных операций. Вот смотрите, здесь коды, это идут кафе, рестораны, бары, ночные клубы, дискотеки, рестораны быстрого питания. 5% идет кэшбэк за покупки вот в этих местах. Далее, если вы приобретаете топливо на автозаправочных станциях, тут тоже целая серия кодов, тоже 5%. Ну и все прочие операции 1%. В принципе, вот пока неплохо, особенно для автомобилистов, которые часто пользуются. Как бы вот нужно им часто заправляться, там приобретать на автозаправочных станциях какие-то товары, там сопутствующие, там масло, фильтры, что-то такое. И получается, что можно получить, во-первых, по бонусной карте, которая наверняка у автомобилиста есть, да, этой автозаправочной станции. Он получает скидку, плюс еще ему придет 5% кэшбэк. То есть, в совокупности получается неплохо. Ладно, давайте взглянем на тарифы по этой карте. Более подробно в прилагаемом документе, в подвале предыдущей страницы есть, можно открыть и убедиться. Значит, здесь что? Во-первых, второй год обслуживания и последующие годы стоят 499 рублей. Для дебетовой карты это довольно-таки дешево. Значит, лимиты за снятие наличных денежных средств с использованием карты. Значит, в рублях это 60 тысяч рублей, либо эквивалент 1000 долларов США. Хотя курс сейчас другой. Соотношение не по курсу идет, а по политике банка, так сказать. В пунктах выдачи наличных 100 тысяч рублей или также 1000 долларов США. Значит, дальше. Что здесь еще интересного? В сторонних банкоматах баланс лучше не проверять. Это стоит 30 рублей. Ну и вот то, что касается переводов. В общем, максимальная сумма одного перевода не более 100 тысяч рублей. И максимальная общая сумма всех переводов с карты отправителя в течение одного дня и одного календарного месяца, соответственно, 300 тысяч рублей и 1 миллион рублей. Ну и в общем, остальные здесь тарифы без сюрпризов. Значит, действительно, из-за смс-оповещения не взимается плата. То есть, в этом смысле карта достаточно выгодная. Итак, какой вывод напрашивается для данной карты? Вот здесь посмотрим в конце страницы информацию по остатку. То есть, по начислению процента на остаток. Вот здесь есть сносочка. В тарифах мы этой информации не видели. Значит, здесь указанная процентная ставка действительно на 1 сентября 2020 года. И размер процентной ставки равен базовому уровню доходности вкладов. То есть, в принципе, здесь тоже без особых сюрпризов. Вот единственное, что можно сказать, что процент начисляется на сумму от 10 тысяч рублей включительно. Поэтому, если у вас какие-то небольшие суммы до 10 тысяч рублей на карте, то процентная ставка не начисляется вообще. То есть, получается 0% на остаток. Если сумма свыше 10 тысяч, то тогда начисляется 4,6. Но вот здесь не сказано, какова максимальная сумма. И это плюс, потому что какой бы ни был у вас получается остаток, какая бы ни была сумма, на нее будет начислен повышенный процент указан. В целом, если давать оценку данному финансовому продукту, кредит Европа Банка, то можно сказать, что карта действительно неплохая. Кэшбэк, конечно, не астрономический, но за бензин, за какие-то такие оплаты покупок в ресторанах можно получить 5%. Причем там никакого разброса нет. То есть, 5% железно. Плюс еще процент на остаток. Если хранить на карте энную сумму, то можно получать доходность выше, чем по многим вкладам. Поэтому, как бы, рассмотрите это предложение более внимательно, сделайте свои собственные выводы, ну и заказывайте указанную карту. В описании к данному ролику вы можете найти ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео. И удачи!